Проблема весеннего пала травы и разведения костров в неприспособленных для этого местах возникает ежегодно. Одинцовский район находится в особой зоне риска. Большое число дачников и отдыхающих затрудняет контроль со стороны надзорных органов. Именно поэтому к патрулям МЧС и лесной охраны прикрепляют представителей силовых структур. Пару дней назад был сильный ветер и уже у нас есть раз случаев, где в результате пала травы, сгорали и дачные постройки, и дворовые строения. Поэтому мы занялись этим патрулированием. В состав патрулирования уходит как представители лесного хозяйства, полиции, добровольцы, судебные приставы, ну и представители администрации нашего района. С 1 мая губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьем введен особый противопожарный режим, согласно которого штрафы увеличиваются многократно. Во время профилактических рейдов патрули побывали не только в лесных массивах, но и практически во всех населенных пунктах района. Сотрудники МЧС и лесной охраны беседовали с жителями, напоминали им о правилах поведения во время действия противопожарного режима и раздавали специальные тематические памятки. Несмотря на то, что в конце апреля, начале мая дожди шли довольно часто, ситуация остается тревожной. Небрежное отношение с огнем, ветер есть и это моментально сухая трава распространения и переход в лесной фонд и лесные пожары. Вот в чем беда вот эта заключается. Мы будем стараться совместным патрулированием это предупреждать, гражданам говорить, что запрещено разжигание костров, шашлыки. Всего в сводном патрулировании по Одинцовскому району принимает участие до 100 человек. Для обеспечения же общеобластных противопожарных мероприятий в регионе сформирован межведомственный штаб, а объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений насчитывает 93 тысячи человек и около 10 тысяч единиц спецтехники. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.